Приветствую вас, хотелось бы начать с того, что говорить я буду в основном о вас, и в меньшей степени я буду говорить о ваших детях, потому что дети это отражение вашего представления, в том числе о самой себе. Первый вопрос, который вы задавали, был связан с сыном, который ворует и лжет. Это свидетельствует о том, что ребенку, с одной стороны, сложно понимать и принимать, а с другой стороны, у него есть ощущение, что можно, то есть, если человек ворует, значит у него есть столько ощущений, что он, к примеру, а, значит, достоин большего, вот, то есть он достоин лучшего, и, как бы, вот, воровать его, значит, подвигает такая вот тотальная неудовлетворенность, и самое главное ощущение, что он не в порядке, что-то. Врет ребенок, потому что он не принимает себя таким, какой он есть, и это означает, что вы себя также такой, какая есть вы, не принимает. То есть вы сами свои желания не реализовываете, вот, и ребенок, соответственно, тоже чувствует себя неудовлетворенным. Теперь дочь, которая, которая, значит, хочет выделиться, которая хочет внимания, которая чувствует себя зажатой, да? Вот, это все не случайно. Плюс вы, которая не работает и все время старается уделять ребенку, то есть чрезмерное внимание. Плюс контроль, ограничение, вот, то есть это все свидетельствует о, ну, таких достаточно догматичных нормах воспитания, о догматичных основах воспитания, вот, и я думаю, что начинать вам необходимо с того, чтобы показать своим детям, что вы сами что-то хотите, что вы сами чего-то желаете, что вы сами чего-то достойны и что вы себя любите. Вот, у меня нет ощущения, да, что там того, что ваш ребенок, первый ребенок врет и ворует, а вторая, соответственно, отчаянно нуждается во внимание, нет ощущения, что вы, значит, ну, чувствуете себя счастливо и что у вас там, к примеру, ну, все хорошо, вот, понимаете? Какая история. То есть здесь вот такой момент, он очень важен. То есть вам демонстрировать своей дочери нужно поведение и отношение к жизни, к себе. Это то, чего вы сейчас, на данный момент, судя по всему, не делаете. То есть вы ее просто ограничиваете, да, вот вы, ну, просто как бы пытаетесь ввести какие-то ограничения просто, вот. Но, но, не демонстрируйте своим поведением, ей, вы, как действительно, ну, то есть что приводит к счастью. Она видит маму, которая сама не реализуется, она видит маму, которая, ну, все отдает детям. Она видит маму, которая, вероятно, там, ну, не знаю, ну, наступает, допустим, себе на горло, да, там, к примеру. А, там, ради детей тех, тех же, да, вот. И это не, не вдохновляет ребенка, вот. Вот. И, в общем, в общем-то, на мой взгляд, это вполне себе адекватно. Вот. А, это вполне себе адекватно, вот. Такая позиция. А, поэтому, а, на мой взгляд, вам нужно в первую очередь поменять отношение к самой себе. Вот. Понимаете, какая штука. Дальше. А, лимиты и ограничения. А, с чем это связано? Это связано с необходимостью контроля. То есть, вам. А, было необходимо контролировать свою дочь. Вместо того, да, вместо того, чтобы, значит, выстраивать с ней доверительные отношения. Вот. И, вместо того, чтобы иметь с ней духовную связь. Вот. Понимаете? Вот. И у меня вопрос к вам. С чем это связано? С чем связана такая постановка вопроса? А, ведь ограничения, если они не объясняются, если они не ясны для ребенка, вызывают в нем только агрессию, только негатив. Понимаете? Какая история. И какая штука. Вот. Поэтому, здесь, тоже очень важный момент. Давайте смотреть. Значит, посмотрите, пожалуйста, как вести себя с дочерью. На, чтобы что. То есть, смотрите, Лариса, вы не сформировали свой запрос. А, ей почти 13, выглядит на 18. Сейчас она очень красивая, постоянно фотографируется на сотовой, выкладывается цветы. Свободный доступ телефона получила не так давно. А, с чем связан вот этот вот свободный, не свободный доступ, да? Я постоянно следил и ограничиваю. Зачем? Для чего? Выделяю время на интернет. Вот, зачем вы постоянно следили и ограничивали? То есть, по сути дела, это доказать, контроль, да? Для чего? Теперь, необходим для выполнения домашнего задания, она прикрывается с учебой параллельно сети в сетях. Ну так правильно? Потому что, вы не смогли донести до ребенка, что проводить время в соцсети это вредно. Ну, то есть, не смогли донести, объясните, не смогли показать. Не смогли показать, что реальный мир интересный. Теперь у меня сказать, да, на моей попытке как-то лимитировать время, начало вести себя как-то... Ну, хорошо. 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 Предположим, что вы, значит, лимитируете время. Предположим. А если вы лимитируете время, то можно спросить, что вы даете взамен человеку? То есть, время вы лимитировали, окей. А взамен-то что? То есть, разве можно что-то, что-то забирать, не давая при этом ничего взамен? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нельзя. А как считаете вы? То есть, какая мотивация? Вот мотивация у ребенка какая может быть? не сидеть, допустим, ну, в том же интернете, да? Вот. Вот. Постарайтесь себе на этот вопрос ответить. Это очень важный момент. Вот. Дальше. Дальше. Ээээ. Началась ты тебя агрессивно, чуть ли не с колоками кидаться. Ну, потому что подросток защищает свои личные границы. Это нормально. А вы эти личные границы активно, ну, вот здесь, подбираете. И подросток защищается. Это нормальная, естественная, значит, позиция, это нормальная, естественная реакция любого человека и вы бы так отреагировали тоже. Вот. Эээ, дальше. Так. Эээ, типа, моя жизнь там, а я там, ты хочешь лично носить, но забираю телефон. Ну, то есть, вот, чувствовать, да, что человек достаточно в себе неуверен, да, и активно нуждается в подтверждении. Подтверждение своей значимости, своей ценности и так далее. Понимаешь, да? И почему этого чувства у него не было изначально? Вот, просто про мыслить это себя. Почему? Там еще не было. эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ с дочерью выстроить вы не могли, вот, ну так, нужно сначала в своих чувствах разобраться, нужно сначала естественнее более вести себя, а уже потом получится и дочерью наладить отношения, дочерью чувствовать, что вы не удовлетворенный, дочерью чувствовать, и реагирует поэтому так, вот. Дальше. Так, в обычной жизни нет ничего интересного, говорит мне она правильно, потому что у вас обычная жизнь, у вас обычная жизнь организовывается так, что в ней нет ничего интересного. Все верно. Вот, что вы последний раз делали, допустим, с той же семьей, например, и делали ли вы что-то с семьей, насколько это было естественно, насколько это было хорошо, насколько это было, ну, эмоционально наполнено, вот. И было ли вообще эмоционально наполнено это. Понимаете? То есть, ну почему-то же, вот почему-то же какие-то, да? Вот. Ну так их нужно выяснять, вследствие чего такое отношение у нее появилось. Понимаете? Вот. Я не говорю обязательно, что вы виноваты, не говорю обязательно, что вы, там, к примеру, вот просто взяли, что вы все делаете не так. Я не хочу так сказать, что вы все делаете не так, а то, наверное, было бы несправедливо по отношению к вам. Это было бы несправедливо и нечестно. Вот. Но, извращено, однозначно, что... со своими детьми контакта вы найти, ну, не можете. Или у вас это получается очень плохо, да? И личной границы с ребенком вы не простроили. Дальше. Так. Значит... Хотя с удовольствием ходишь в художку, на танцы, я не работаю, пытаюсь уделять ей внимание. Но она как будто решила взгляд меня своим врагом. А уделяя ей внимание, вы... вот, на что ориентируетесь? Вот, ну, пытаясь уделить ей внимание, вы ориентируетесь на... на что? На... на кого? Точнее... на нее вы ориентируетесь? Или на... себя? То есть, как вы ей внимание уделяете? Ориентируетесь ли вы на ребенка? Слышите ли вы, к примеру, ребенка? О... или вы... сами, допустим, определяете... ну, что, как вот... нужно... ну... выстраивать? Басук, например. То есть ты точно нужно разбирать? Как вы... вы вниманию уделяете ребенку, как именно этот процесс происходит, потому что по разу можно делать, если она видит в вас врага, значит, ну, значит, вы что-то делаете не так, значит, вы ориентированы не на ребенка, а на себя, и на себя ориентированы вы не случайно, ну, в том смысле что вы пытаетесь скомпенсировать то, что вам не хватает возможно. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть это вот такие моменты, которые необходимо корректировать вам. Дальше, дальше идем. Я понимаю, так, типа, всем, всем все возвращают, а то нет, ты делаешь не назло. Правильно, потому что вы не объяснили, вы не объяснили ребенку, что и почему, и как вы делаете, что и почему, и как вы поступаете, почему вы поступаете именно так, почему вы запрещаете интернет. Ребята не понимают, для нее, для нее это выглядит выглядит. Она не понимает, почему эти запреты, условно, идут. Плюс вы, вероятно, не даете ей, ну, ну, как так сказать, вы не даете ей, может быть, свободы в полной мере. Вот. Ну, опять же, я не знаю, как обстоят дела, может быть, я не прав, да, но ребенок не чувствует, что что-то может сам, например. Ребенок чувствует, что его пытаются подавить, подчинить и так далее. Дальше идем. Ребенку нужен отец. То есть, ну, любому. Любому нужен отец. Девочке отец нужен. Так же важно, как и мальчику. Вот. что, почему внимание уделяете вы только, но не папа. А папа где? В этой ситуации. Вполне возможно, что ребенок пытается, как раз-таки, вот она самая красивая. Дальше пытается получить мужское внимание. Она пытается получить просто внимание. Вот. Понимаете? Какая история. Тут нужно очень осторожно быть. Дальше. Я понимаю, что она хочет быть в коллективе, но подруг у нее мало. Она говорит, что бренд не умеет стервить, комплексует общение, вы знаете, общаться проще. Как сделать, чтобы она не от реальности показать ей? Показать ей, что реальности может быть интересного. Сказать это вы можете только своим примером и только доверительным общением. Вот. необходимо перестать до нее доносить мысль, что, ну, что ее позиция неправильная, да? Необходимо перестать доносить до нее такого рода позицию. Вот. Принять ее позицию. Именно, именно, именно принять. Потому что, в противном, в противном случае она будет постоянно с вами, ну, ссориться, спорить, ругаться. Вот. Я не думаю, что это, что, чего вы хотели бы. Вот. Поэтому принять ее позицию и потихонечку, потихонечку стараться корректировать ее вот, ну, в правильном, скажем так, направлении, да? Надо демонстрировать ее, демонстрировать ей все плюсы, собственно, реальной жизни. Вот. И так далее. То есть тут вот такой момент. Ну, не получится по-другому, по-другому сделать. Никак не получится, к сожалению. Вот. Дальше. Я читал, что надо привлекать к совместным интересным делам. Не получается. Вот ваша семья, которая весь год и две метров, и вот она, которая интересна. Контакты и WhatsApp. И такая примера, когда буквально три месяца я боюсь. Ох. За нее. Я читал, надо привлекать к совместным интересным делам. Это уже после. Это уже вторично это. Вторично. Сперва нужно просто эмоциональную связь восстановить с ребенком. Вот. А у вас этой национальной связи нет, к сожалению. Вот. то есть это очень просто. То есть нельзя привлекать к совместным делам условно того, кто вам не доверяет. Ну, это, ну, да. Но. Сперва доверительное, а потом уже, после того, как будет доверие, уже можно будет, да, уже можно будет привлекать к совместным делам. Так. И вот я не понял, что вы имеете в виду не получается. Вот ваша семья, которая вечно какой-то в весне страдает, и вот она, которая интересен контакт с вами. Вот что вы не имеете в виду, что она обесценивает то, что, чем вы занимаетесь. Хорошо. Чего? А чем вы занимаетесь? Ну, объективно, вот чем вы занимаетесь, какие у вас интересы? Давайте это поисследуем, давайте это поисследуем, давайте изучим этот момент, подкорректируем, чтобы вы занимались чем-то, что могло бы быть интересно и ей в том числе тоже. Понимаете, какая штука? То есть я не очень понял этот момент, его нужно более подробно исследовать, потому что написали вы мне что-то абсолютно такое вот, к сожалению, непонятно. Дальше, значит, так, я читал атак, не получается, так, вот она, такая переменная, я боюсь за нее. Не надо, не надо бояться. Напротив, нужно позволить ей быть той, кем она быть хочет, вот, и, соответственно, пусть сама изображает ошибки, а вы ее поддерживаете. То есть вы боитесь за нее, это перенос ваших чувств на нее. То есть вы за нее боитесь, и вы свои переживания переносите на нее. Вопрос в том, что это за переживания. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро помочь». если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok